Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с замечательными оверлоками от компании Bernina. Это оверлок Bernetta B44 и распашивальная машина Bernetta B42. К чему это я? Сегодня мы с вами не только с ними познакомимся, но и сошьем модную крутую футболку. Мы следим за трендами, сейчас очень модно в летнем сезоне трикотажные изделия, сочетание различной цветовой палитры и различные ткани. Итак, приступаем. Сейчас в тренде животные принты, поэтому мы купили два купона трикотажной ткани с принтом очень интересным, из которого мы уже пошили готовую футболочку и вторую мы пошьем, друзья, вместе с вами. У нас есть заготовка, вперед с принтом ананаса и спинка будет вот с таким вот интересным животным принтом. Для работы нам потребуется оверлок Bernetta B44 и распашивальная машина Bernetta B42. В иглы вы можете использовать нитки Аман Мэтлер Серолон, Аман Билфил, где-то у меня катушечка вот такого плана была, и оверлочную нить Аман Серокор Мэтлер. В петлителе обязательно ставим текстурированную нить Мэтлер Сера Флок. Иголочки используем трикотажные, поскольку мы с вами будем шить трикотаж футболочку, ну и, конечно же, в работе нам пригодятся ножнички от фирмы Кай, универсальные, очень острые, супер классные ножницы. Приступаем к работе. Друзья, сейчас я притачаю к переду обтачку, обработаем с вами горловину на оверлоке Bernetta B44. Данная модель выполняет 15 видов различных оверлочных швов. Мы будем с вами использовать четырехниточный оверлочный трикотажный стачивающий шов. В петлителе я заправила нитку текстурированную, в иглы заправила нить Аман Мэтлер Серолон. Поменяла в оверлоке иглы на суперстрич, поскольку мы с вами будем шить трикотажные изделия. Заранее, конечно, я приметала бейку. И приступаем к работе. Аккуратно, не торопясь, слегка подтягивая. Когда я приметывала бейку, я припосадила немного горловину переда, для того, чтобы бейка лучше выкладывалась. Так, я притачала обтачку к горловине, к переду. Вот так выглядит четырехниточный оверлочный шов, с лица, с изнанки. Теперь иду на утюжок. Все это приутюжу и выровняю. И вернусь к вам. Приутюжила горловину. Смотрите, как ровно, аккуратно, красиво у нас получилось. Наметала плечевой срез, совместив края бейки. Теперь перехожу на оверлок и обрабатываю плечевой срез с четырехниточным оверлочным швом. Точно также второе плечо. Друзья, обработку не за изделие своей футболки я буду выполнять на распашивальной машине Бернетта Б-42. Данная модель выполняет четыре вида плоских швов. Трехигольный, двухигольный широкий, двухигольный узкий и цепной стежок. Обработку не за изделие я буду выполнять двухигольным широким швом. Для этого я в петлитель заправила текстурированную нить, в иглы заправила нитки Аман Мэтлер Сиролун. Друзья, на платформе распашивальной машины Бернетта Б-42 есть разметка вот в сантиметрах, которая указывает величину припуска под гибкие изделия. Я у себя сделала под гибкую изделие на два с половиной сантиметра, поэтому припуск буду вести по вот этой разметочке, ориентироваться. Для начала выполнила образец, посмотрела качество строчки, и поскольку я свое изделие буду обрабатывать не в круговую, а отдельно перед и спинку, для удобства образец не убираю, а следом подкладываю свое изделие для качественной строчки. Вот она разметочка два с половиной. Видите, я ориентируюсь именно на нее. На машину установила иглы Суперстрич для работы с трикотажем. Друзья, мы подходим к заключительному этапу пошива нашей футболки. Первым делом я обработала горловину, соединила плечевые срезы, обработала низ рукавов и низ футболки на распашивальной машине, и теперь заканчиваю соединять боковые срезы на оверлаке. Мне осталось приутюжить, и я вам продемонстрирую свою футболочку. Друзья, ну настал тот момент, когда я могу похвастаться своей новой футболкой. И это все благодаря моим помощницам.